И сегодня в правительстве региона обсуждают борьбу с коронавирусом со всеми губернаторами Урала. На встречу в Челябинск их пригласил полномочный представитель президента ВУРФО Николай Цуканов, чтобы узнать, что делают регионы, чтобы не пропустить коронавирус. Случаев инфекции на Урале пока нет, но риск завоза инфекции все же остается. В регионе живет много граждан Китая, жители ездят за границу. В субъектах Уральского федерального округа, по данным миграционной службы, зарегистрировано 10 836 граждан Китайской Народной Республики. В трех наших крупнейших вузах – Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени – обучается 2242 студента из Китая. Плюс развитые аэропорты. Дополнительный риск создает падение рубля. Нужно проследить, чтобы цены на лекарства, защитные маски и антибактериальные средства не росли. Полпред отмечает, пока Уральский округ демонстрирует высокий уровень готовности. Тюмень, к примеру, первой открыла карантинный центр для россиян, которых эвакуировали из Китая. В Челябинские меры профилактики тоже введены. Запрещаются массовые мероприятия. Рекомендуется собирать в помещениях не больше 500 человек. На коронавирус проверяют всех, кто вернулся из опасных стран, а также пациентов с пневмонией. Работает карантинный пункт и в Челябинске. В противотуберкулезном диспансере сейчас остаются 8 граждан КНР. Признаков коронавирусной инфекции у них нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова